Музыка Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к работе по повестке на нашей оперативке, я хотел бы вручить почетный знак Московской областной думы за трудовую доблесть Бурыкиной Наталье Викторовне. Спасибо. Спасибо, служу городу, служу Московской области за ВДВ. Спасибо, Наталья Викторовна. Это был толчок для того, чтобы мы серьезно взялись и благоустроили набережную нашей реки Клязьмы, очистили прибрежную зону, открыли реку для человеческого взора, что называется, а то летом иногда мы, наверное, забывали, что она у нас есть. Была проделана колоссальная работа по строительству фактически новой пешеходной зоны в городе. Я скажу вам, что более 600 метров мы вложили, в общем-то, брусчатки. Я, конечно, вижу одну нашу, скажем так, ошибку уже в этом деле, что эта пешеходная зона оказалась настолько востребованной, что двухметровая ширина оказалась для нее мала, тесна, как угодно. Я хотел также, в общем-то, сказать славу и благодарности всем 42 муниципальным образованиям, которые нашли для себя возможным принять участие в устройстве клумб на этой набережной, создали нам красоту. Это также было востребовано жителям, показателям открытия фестиваля. Около двух тысяч человек посетило, плюс и днем, и практически ночью были посещения. Но, конечно, за вот эту колоссальную... Все, безусловно, принимали участие, абсолютно все в этой работе. Здесь и, в общем-то, все наши коммунальные службы, здесь и правоохранительные органы, на которых также остается сегодня ответственность уделять внимание этой пешеходной зоне, потому что многие желают эту красоту, видимо, перенести на свои дачные участки, еще куда-то. Активно хотят фотографироваться, залазить, утопать в этих цветах и так далее. В общем-то, и культурные мероприятия, которые сопровождали все это. То есть, буквально все принимали участие. Но особенно хотелось мне отметить благодарственным письмом Стрельникову Екатерину Валерьевну, я думаю, что это не что-то поставить. Екатерину Валерьевну, директор нашего комбината, за все то, что я уже перечислил, и особенно за абсолютно объективную победу в номинации «Ландшафтный дизайн» фестиваля «Цветы под Москвой». Мы очень рады, что мы очень рады, что будем стараться делать в нашем городе граще. Спасибо. Также хотел выразить благодарность Агафоновой Надежде Николаевне, старшему инспектору территориального управления по Орегизуйскому муниципальному району городского округа Орегово-Зу, глав архитектуры Московской области, за координацию работы с муниципалитетами, которые принимали участие, и разработку схемы территории при подготовке областного фестиваля «Цветок». Спасибо. И также хотелось бы отметить благодарственным письмом индивидуального предпринимателя Силаева Михаила Сергеевича. Это гранитная мастерская «Центральная». Знаю, что не один принимал в этом участие. И вас, и брата, и весь ваш коллектив хотел поблагодарить за производство и установку памятной стелы в честь проведения Московского областного фестиваля «Цветы Подмосковья», который абсолютно безвозмездно оставили в подарок гордых тем горожанам. Спасибо. Награждаемые, которые у нас не принимают участие, могут быть свободны. Мы приступаем к работе по повестке. Итак, уважаемые коллеги, сегодня на заседании правительства рассматривалось два вопроса. Один из них касался и нашего городского округа. Это комплексное благоустройство дворовых территорий. Мне хотелось сказать о том, что благоустройство в нашем городе, начатое в 2015 году, продолжается и в 2016 году. Да, может быть, хотелось более высоких темпов, да, может быть, хотелось большего охвата, но есть объективные причины. Это, конечно, отсутствие в желаемом объеме финансовых средств. Исходя из тех средств, которые есть, определены эти территории, информация для всех жителей была размещена и в печатных средствах, массовой информации, и с февраля месяца размещена на сайте, на официальном сайте администрации ОЗМО. Безусловно, есть, в общем-то, и корректировки этой программы. Мы стараемся организовывать, и я лично встречаюсь с жителями, разъясняю, в общем-то, то, что мы делаем, почему приходится, в общем-то, иногда и сносить деревья, для того, чтобы выполнить все необходимые условия. Вот, после встреч, после разъяснений люди относятся к этому с пониманием. Я хотел бы здесь обратиться и к Андрею Михайловичу, и к Светлане Львовне, еще раз, там, где благоустройство, если в тех дворовых территориях, которые вы, в общем-то, домами управляете, есть благоустройство, чтобы обязательно на информсчетах информация была размещена. В связи с тем, что есть некоторые корректировки, прошу эту информацию после оперативки с Дроновым Никитой Александровичем согласовать. Также хочу, коллеги, проинформировать вас о том, что наш фестиваль цветов на открытии присутствовал заместитель-председатель правительства Песла Дмитрий Владимирович с министром жилищно-коммунального хозяйства, которые, помимо всех этих мероприятий приятных, также провели два совещания рабочих. Одно касалось этой деятельности управляющих компаний. В общем-то, где было дано поручение Дмитрию Владимировичем, в общем-то, госжилинспекции Московского совместно с правоохранительными органами обратить внимание на выставление двойных платеж компаний ГЖП без, в общем-то, при том, что есть отрицательное решение суда и нет договорных отношений с водоканалом, как с ресурсником. Также, в общем-то, было обращено внимание на должность содержания информационных счетов и работы, в первую очередь, по косметическому ремонту подъезда в тех домах, которые вошли в программу комплексного благоустройства. И для тяжелой темы, ну и для нашего города, и для всей Московской области, это по капитальному ремонту. К сожалению, до сих пор в городе есть кровли на домах, ремонт которых не закончен до сегодняшнего дня. Здесь, в общем-то, были противоподрядчики также вызваны, что называется, на ковер. Им были даны определенные указания и критика, что недопустимо, в общем-то, так работать. Были определенные определенные сроки с тем, что, в общем-то, при неисполнении которых вплоть до расторжения двойных отношений. Здесь я хочу сказать еще раз следующее, что прежде чем подписать им акт выполненных работ нашим муниципальным учреждением, Александр Владимирович, тоже на это внимание обратите, здесь должна быть подпись управляющей компании и председателя Совета дома. Только после этого будет стоять вопрос об оплате. Давайте сначала ГБУ подпишем. Ну, естественно. Там без ГБУ там не заплатят. Я имею в виду, чтобы мы эти моменты тоже ни в коем случае не упустили. Потому что, как эти ребята относятся к выполнению своего контракта, то есть я могу допустить в своей голове, что они могут для себя принять решение с подписями чего-то инохимичить, извиняюсь, за такие, в общем-то, предположения. Поэтому здесь нужно на это обращать внимание. Управляющие компании мы свои знаем, мы знаем своих председателей Советов домов, чтобы их подписи также стояли. Уважаемые коллеги, по следующему. У нас традиционный вопрос – это выполнение мероприятий по содержанию городских территорий. Никита Александрович, пожалуйста. Женеры проводятся на содержание дорог. Здесь вы видите выпуск парковскую. Придводится подметание и чистка дорог. Дальше. С 900-го года уборка дорог проводит, принесет осторожнее. Дальше. Ведутся работы по поиску ранее существовавшей линии. Линия канализации во дворе, лопатами 6А6Б4А. А пока работы ведутся, колодец найден, но пока не пробиты соединения между колодцами. Дальше. Довольно небольшая работа произведена, как видите. Сейчас с темночек мне извиняюсь. Про поводу вот этого двора. У людей в целом стерилипной тревоги о том, что сейчас закатают, поставают и не сделают. Поэтому, как только вы вопрос решите с наладкой работы канализации, можно ли также проверить, можно ли признать машину с водой, не ожидать, не ожидать, что называется, проверить, посмотреть, как это будет только после этого. Иначе это будет, ну, как-то, у нас, как что называется, дорогой. Принят. Следующий слайд. Мы несли дорожную размытку, мы будем с лопатиной. Дальше. Ремонт почти произведен по 7-1 набежной. Извините, 7-24-6-8 набежной 1. Дальше. Работы мы проводили субботом. Дальше. Также подготовленные территории, я думаю, что в этой неделе начнем закатывать через А3, А1, 6, 6, А, 6, В, 4, А, 4, В. Опять же, мы держим такая, и в некоторых расходах тротуара. Дальше. Дальше. Ведутся, приступили к работам по укладке тротуара долгожданного для многих жителей. Это от магазина «Березка» до домом, наверное, 90-го, в Савурицком. Дальше. Мы видим металлическое барьерное ограждение, рядом с тротуаром, безопасность, как говорится, превыше всего, учитывая, что поворот все-таки довольно опасный. Пешеходная зона. Устройство? Нет? Производился обрезок кустарников на Октябрьской площади, также обрезка по центральному бульвару, фотография до, фотография после, на Октябрьской площади, фотография до, после, также Октябрьская площадь, до, после, яркого комедера, фотография до и после. Уборка на территории Парка Победы, фотография до, после, уборка мусора на Найдже, уборка заявок от флиера до, после, также хотелось бы пояснить, что на празднике цветов в Казахстане было установлено порядка, если не помню, изменяет 8 уровней, сейчас, после праздника, данное количество мы увеличим, ввиду того, что потребность действительно дороги очень большая, и мусора довольно много распрасывается, я так понимаю, в любую переполнение. Дальше. Так же я просто едю до, после. Ну, как мне, не тяга. Андрюх, а я не надо, пострел его. Дальше. 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 Пусть его будет еще, когда ты отдыхаешь. Уборкнулся на территорию улицы Иссакевская. Фотография до и после. Э, сзади все дома. Э, сзади все дома. Продолжение следует... 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 По остановам за прошедшую неделю по теплосети у нас будут 7 остановок, 5 это планы ремонта, 2 электрички теплотрасса. Сейчас будет канал сделок один установок по заявке смежной организации, управляющей компанией закрыто. По электросети был один установок, также по заявке смежной организации закрыто. Уженщинного фонда будет генитации установок, а то, что мы делаем, все мы закрыты. Ну все. Слушайте, Никита Александрович, присаживайтесь. Живы? Живы. Хорошо. Никита Александрович, у нас работа за прошедшую неделю показал, несмотря на то, что мы активно готовились к фестивалю Цветов, мы продолжаем плановую работу. Продолжаем работать. Гребен, внимание, я не могу обратиться на приворкзальную площадь, мы с вами говорили. Вчера отработали. Хорошо. Прошу вас, в общем, сегодня ко мне хочется поставить вопрос, чтобы подойти. Нужно определиться, но все-таки с системой, тайным содержанием, мы не построили. Хорошо. Давайте, тогда мы решим, как мы это делаем. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль, есть что добавить? Присаживайтесь. Присаживайтесь. Рабочий проект. Мы собирались до конца недели. Котвар закончится, при привязке до баррикады. И перейдем к тротуарам по тротуару. А какой там ширины у вас тротуар? Один участок 4 метра. Наши тротуары. Техника подъезжает. Может, механизированная уборка будет, да, у нас? Хорошо. Там со всеми переходами, чтобы везде для маломобильных, друг, для операций была возможность беспрепятственно перебеграться. И, в общем-то, посмотрите, потому что они у нас там все на лодках люди плавали по ним, да, чтобы, в общем-то, с полями все эти пульсовые платы не было. Подляли намного выше будет отвара, поэтому по-тошли не будет. Хорошо. Хорошо, Андрей Ильич, спасибо, присаживайтесь. Так, а у нас от Михаила Борисовича сегодня нет, у кого нету, да? Нужно тогда в следующий раз их пригласить, все-таки заслушать его окончание ремонта вот этого моста федеральной дороги и так далее, чтобы полную презентацию запросить, что они там сделали, что у них еще осталось и все такое. Так, Андрей Михайлович, слушаем вас. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Геннадий Рыгович. Значит, хочу доложить, Геннадий Рыгович, по результатам по итоги, значит, по приему, который состоялся. Мы считали, что Алексею Геннадий Рыговичу мы помогли в этом вопросе, установили счетчики, все, да, вопрос решен. Вот и Татьяна Николаевна Вельмина, переживающая за свой балкон, могу сказать, может тоже не беспокоиться, в первую очередь, значит, когда балконы были отремонтированы, то есть работы начинаются буквально в ближайшее время. Значит, на прошлой неделе компания продолжала работу, связанную с подготовкой к зимнему периоду, достаточно активно у нас с оформлением паспортов и актов, информация постоянно поступает в инвестрацию, на конкурс, но я думаю, об этом доложено чуть позже, Александр Владимирович. По текущей деятельности могу сообщить следующее, значит, вашему вниманию, работы, связанные с демонтажом качели металлические по улице Волоковской, 9, которые не соответствовали требованиям, достаточно опасный, скажем, элемент, но его убрали. Следующая, пожалуйста, папочка, работа по текущему ремонту кузырьков над подъездами, по вашему вниманию, предоставляется адрес Володарского, 23, вот, то, что после. Спасибо большое. Работа по окосу территории дворовых, 4 адреса, Володарского, 23, 23, 29, в конце юбилейный проезд 1, юбилейный проезд дом, 5. Спасибо. Ремонт входных групп, вашему вниманию, дом Володарского, 27. Приводим порядок. Улица Красноармейская, дом 18, квартира 17, ремонт, перекрытие, в таком состоянии оно было. Это где? Красноармейская 18, квартира 17, то есть по заявке. По выше ингенеру? По вашей ингенеру? Ну, по нашему. Наверное, по нашему. Всегда виноваты. Надо же спросить. Ну, она просто говорит о том, что вот система не превратилась, если бы там от кровли потекло, то, конечно, нет, ну, здесь все, понимание действия нет. Да, значит, установка ломочек тоже по заявлению жителей юбилейный проезд, дом 4. Давно обещали. Давно обещали, да. Вроде бы все в этом плане нормально. Вот, и установка ограждения по улице Газарина, 6А. Значит, ну, и могу сказать, что работа по текущему ремонту у нас сейчас идут полным ходом, достаточно приличный объем и по кровли, и по швам, и по козырькам ремонта балконов. Поэтому, если какие-то вопросы будут появляться, значит, мы всегда готовы принять любую информацию. Повторюсь, объем приличный и по территориальному, скажем так, по квадратуре. Поэтому, если какие-то вопросы будут возникать, мы готовы на них ответить, в любой момент, пожалуйста, обращайтесь в компанию. Все договора подписаны, работа как будет. Хорошо, Дмитрий Михайлович, у меня просьба. Я проговорил о 15-м годе капитальном ремонте, и хотел сказать о 16-м годе. Состоялись все конкурсные процедуры, по нашим восточным Носкове определился подрядчик, и, насколько мне известно, Светлана Громна заключила подрядный договор на ремонт крови. То есть она, непосредственно, будет исполнителем этих крови. Здесь есть, я думаю, положительная сторона, потому что она на территории присутствует. У меня просьба следующего характера. Что Светлана Громна мне не рассказывала о том, что вы не допускаете на кровлю работать, когда белые мухи полетят в кровь. Но при этом не просто отдать ключи от всех крови и давать воду. Занимайся. То есть должен быть контроль, потому что принимать работы, соответственно, по всем нормативам, которые существуют в этом деле, подходить к этому профессиональному, то есть никаких халтур, ничего не допускать. Потому что это капитальный ремонт. То есть к этим работам мы должны потом в какое время не возвращаться с плановым? Пять? Пять лет. Представляете, какие риски она на себя берет. Поэтому, чтобы не было разговоров, что тот, кого-то не пускает, еще что, в оперативном режиме отраваться. Если есть какое-то недопонимание, то есть не блокируйте друг друга, есть для этого, да, там, Асан, Амщин, ты, Александр Иванович, выходите, и как третейственным людям вводите решение. Я очень рассчитываю на то, что мы все-таки до снега, до всего этого разберемся. Вот так как мы практически рядом, практически для каждой оперативки, у нас есть, и мы решим эти права. Присаживаю, спасибо. Дан Роман. Ну, вот пока что с капитальным ремонтом у нас проблемы с жителями, но здесь очень сильно помогают Белолипецкой надо отдать ей должное, то есть у нас на одну кровь мы просто жители грунт заставили и не пускают. Почему? Не хотят. Ну, мне кажется, что это все те же военные действия с БЖП. Вот, то есть они не понимают, они считают, что это НКС идет делать, пытается, Белолипецкая провела собрание, объяснила, но все равно вот мы на проезд Турецкого, второй проезд Турецкого дома 1 не можем попасть, завтра туда приезжает материал, завозит, а как будем распоряжать, пока плохо представляем. Но нужно отдать ей должное, она помогает. В принципе, на сегодняшний день руководство НКС подписало эти документы, сейчас они находятся на подписях в администрации. Сегодня мы наконец-то, наверное, 90% без надежды, что мы привезем акты запуска объектов, которые делает ГБУ. Вот, ну мы за ними уехали, привезем без них. Я просила бы, что если вдруг их нет, все равно чтобы нас допустили, потому что, ну они все 120 актов дают, что там заколкнуло и как, мы пока не понимаем. То есть если вдруг у нас нет акта допуска, допустите, потому что мы с завтрашнего дня хотим на три кровли зайти сразу. И то, что я обещала господину Хромошину, что мы 50% сделаем, мы на этой неделе все 50% от того, что у нас есть, мы зайдем. Поэтому я думаю, что мы это все выполним. Также мы заказываем сейчас окошки, и они будут также установлены, поэтому, в общем-то, к 1 сентября у нас будет по городу больше 50% работ выполнено. Это что касается капитального ремонта. Что касается текущей деятельности управляющих компаний, у нас аварийной ситуации не было, было выполнено 123 заявки. Идет текущий ремонт входных групп и подъездов, мы ремонтируем на Стаханово 6 и на Бугрово, на Бандаринку 14. Ну а все остальное рабочим порядком. Мы немножко тормознули, приношу извинения, с актом готовности к зиме. В течение 10 дней мы закроем все свои объекты. – Хорошо, тогда после оперативки тоже зайдите. – Хорошо. – Спасибо. – Так, Иван Сергеевич, все так рады бы рассказывать? – Добрый день. – Добрый день. – Все, кто давали информацию, давали ее объективы. Единственное, чтобы дополнить, за прошедшую неделю на территории городского уголовного музея было выявлено 32 разрешения о законном благоустройстве. По всем нарушениям были приняты меры административного действия именно приписания и сохранения нарушения. Основные направления в работе – это было по ссорной растительности, придавали импульс тем, кто не желает этого делать, содержание фасадов, содержание объектов дорожных и железнодорожной инфраструктуры, а также выявление нового мусора и принятия мер административного воздействия в проекту Дарения. За, можно так, наверное, небольшой прорезуточный итог по заключению договорных отношений в частном секторе по вырусу мусора подвести. Наверное, окончательный итог еще рано, я думаю, что цифры будут понятны на конец сентября. По итогам работы за месяц, по информации, которую нам предоставили мусороводящие компании, было заключено 490 договоров на вывод с мусора под частных домовладений. Нами были приняты меры административного воздействия по 12 собственникам частных домовладений, которые не желали заключать договора в соответствии с законами, в соответствии с собственными административными правонарушениями и в соответствии с законами. в этом ведется. Массового нежелания заключать договора на вывод с мусором, я так понимаю, не происходит. То есть люди адекватно реагируют или делают в соответствии с законами. Кирилл Сергеевич, тем не менее, даже если не массы, а кто-то у нас такие есть, вы данные передаете, Кирилл Сергеевич? Кирилл Сергеевич, я прошу все-таки, будем считать, что они уже предупредили штрафовать, потому что вы знаете психологию наших жителей. Если я там послал, не заплатил, пойду за рюмкой чая соседу расскажу и всей улицей пошлем эту чистоту и порядок как-то под хвост. Поэтому, а вот если 5 тысяч рублей там пару раз прилетит, то, соответственно, ситуация начнет меняться. Поэтому я вас попрошу, да, вот тоже как бы на личном контроле держать этот вопрос. Вы знаете, поручение губернатора, да, Екатерина Валерьевна взяла себе, как, в общем-то, было установлено там порядка трех месяцев. Вот уже месяц прошел, через два месяца мы поставили задачу там на 90% точно выйти. Но без вашей поддержки, да, не получится у нас достичь желаемого результата. Хорошо, Петрович, все у вас, да? Да. Спасибо вам за совместную работу. Так, коммунальный... А, сейчас Александр Лаимович, давайте, что у вас с подготовкой к зиме? У вас идет подготовка плановая к зиме. Мы готовим, согласно графика утвержденного жилищной инспекцией, Минжи ГХ 665 домов. Значит, у нас количество отревизированных домов 586, узлов 706. Количество промытых домов на сегодняшний день 261. Здесь мы график перевыполняем. Планировалось первоначально 120, но время позволяет. На сегодняшний момент 261. И дальше нужно мыть, потому что это недорогое, так сказать, вот такое, так сказать, мероприятие, но оно позволяет действительно с определенной гарантией видеть, что происходит с домом. Значит, количество оформленных паспортов готовности у нас сегодня 547, это 82%. Далее нам нужно размещать паспорта в АСДЖ. Это новшество с 2016 года. Достаточно такое мероприятие, оно долгое, да, то есть это вбивать каждый дом. На сегодняшний момент мы не смогли сдвинуть с мертвой точки ТСЖ и ЖСК. Значит, вот казалось бы, третью оперативку мы говорили, мы уведомляли, мы предупреждали, мы собирали, да, что мы как будто пристаем. Действительно, сдают ССЖ и ЖСК 15 сентября. Ну, очень важно здесь наладка системы. Потому что вот если брать квартальные котельные, то вот на примере сезона 2014-2015 мы видели, что было на Карбалите. Вот огромный поселок, были 10 тысяч жителей, всего-навсего перепутали 5-6 сопел. И пошла наладка всего, так сказать, вот этого поселка, и бегали полторы недели с всей этой стороны. Поэтому от каждого буквально дома, а ТСЖ и ЖСК у нас по всему городу распределены, зависит наладка системы. Потому что, поэтому мы вот так, в общем-то, внимательно подходим к этим мероприятиям. ТСЖ и ЖСК. Значит, это юридическое лицо, они в компетенции жилищной инспекции, ну, опять-таки, повторю, не хотелось бы, да. Жилищная инспекция – это штраф от 20 тысяч рублей. Это деньги, которые как раз идут на подготовку к земле. Я думаю, что все-таки мы… Александр Ильич, у вас контакты всех председателей? Всех есть председателей, отзваниваем, по электронной почте направляем. Ну, что тогда сюсюкаться? У нас под угрозой отопительный сезон, понимаете? Вот, если председатели ТСЖ не хотят работать, почему жители от этого должны страдать? Я уверен, что это не Димаш жителей, там, не заняться, да, включением тепла. Вот, поэтому, если каждого по разу предупредили, то подключайте отдел, который на территории работает нашего города, на госжилу инспекции. У нас другого не дано. Потому что ведут себя, ну, бывает и странно вообще, председатели ТСЖ, у нас есть одно ТСЖ на Парковской, где жители, собственник судится с председателем по несбору финансов на капитальные ремонты. Председатель ТСЖ убеждает жителей, что этого делать не надо. Значит, Александр Ильич, я жду информацию от Вас, да, уже, чтобы госжилу инспекции начала работать по этим. То есть, что там она сделает. Хорошо. Так, Наталья Михайловна, что у нас? Ну, у нас, в принципе, в плавном порядке все. Работа все идут, купили, косим. И замечание Ростехнадзора устраняем. Хочется рассчитывать на поддержку Кирилла Сергеевича и нам тоже, поскольку, пока мы готовились к празднику цветов, помимо того, что мы прошлись по центральным улицам, мы еще очень основательно подошлись к нашему своему мосту, который ближайший к вашему рабочему месту. То есть, мы там не только почистили, но еще и покрасили. То есть, много ушло усилий, даже я говорю не про материальные, а чисто физические усилия. Если есть возможность, хотя бы то, что клеют на этом мосту, давайте еще разок попытаемся объяснить, что так делать нехорошо. А из заметного на этой неделе мы смонтировали трансформаторную подстанцию для АБЗ. Сегодня заканчиваем работу. Хочется верить, что вновь получаемый асфальт закроет все ямы в этом городе. А город сможет обеспечить загрузку вновь смонтированного завода. Хорошо, Наталья Михайловна, вам тоже большое спасибо за личное участие в этом фестивале цитров и его подготовке. Потому что, сами понимаете, набережная в вечернее время не была бы востребована, если бы не смогли бы так все дружно отработать ее освещение. Поэтому спасибо вам. Саживайтесь. Сергей Владимирович, добрый день. Вам хотел тоже сказать слова благодарности. Я говорю, здесь практически все безучастные, никто и не остался. За то, что вот этот вот аромат, назовем в кавычках, который витал там по набережной, когда вышли в марте месяце, при подготовке вы нашли в себе силу и возможности этот вопрос решить. И сегодня там достаточно комфортно, дышите свежим воздухом. По работе что у нас? Все в рабочем порядке. Работаем в штатном режиме. На этой неделе не было ни обоих ситуаций, ни в детях. Работу текущего, как данный ремонт проводим. Как к зиме готовимся. Сергей Владимирович, у меня была жалоба сегодня утром на реформу Польши от жительных районов Карболит с 31-го дома. Короткая? О том, что с бывший магазин современий, от него и до конечной станции, с периодичностью, как они пишут, что не реже раз в неделю постоянно авария на водокарнале, на трассе водоснабжения. Ну, в принципе, нет такого. Там был по один раз что-то. Да? То есть писали, что систематически так далее. Тогда нужно посмотреть. Ну, как суть, стематически. На суть, стематически. Если я ездил раз уже систематически. Нет, нет, я же говорю, что написали жители, да, поэтому я уже не откладываю долгий ящик. Надо посмотреть. Конечно, все сделано. Хорошо, спасибо, Сергей Владимирович. Присаживайтесь. Так, а Вадим Юрьевич, что у нас где сегодня? Вадим Юрьевич, у нас в отпуске. А вы у нас... Всполняющий обязанностей с главным дженер, начальник ПТУ, Евгения Владимировича. Теплосети проводят капитальный текущий ремонт согласно плану подготовки к топливному сезону. На сегодняшний день из 23 котельных, 18 котельных готовы. Акт готовности котельных подписанных. Кем подписанных? На км. Будет передан... Сами себе? Акт готовности котельных составляет теплосеть. А уже паспорт готовности котельных выдает в последующем плане. Все, ну то есть еще пока нет конечных подписей, рано говорить. Внутренне, понятно. Значит, ЦТП 25 часов готовы, 22, что составляет 88%, и более на 100% готовы. Апрессована и промыта из 153 км тепловой сети 149, заменено 904 погонных метра. По жилищному фонду, значит, акт готовности по НКС составлено 455 домов, что составляет 69%, и по НДАСу 41% на том уровне и пассажиры ни одного акта. Ну а вы-то не заинтересованы со своими абонентами или пассажирами? Почему? Мы работаем, мы каждый период по подготовке направляем, мы в давление, в котором расписываем все планы мероприятия, которые должны быть проведены. Ну то есть просто направили в один конец письмо и все, без обратной связи. Нет, почему без обратной связи? Мы постоянно контактируем, требуем, но результатов пока нет. Но у вас никаких волшебных очагов-то нет? Чтобы они вспомнили о вас. Да, есть, конечно. Оставили степла, но это же не дыхание. Нет, это не наши методы. Так что не дайте много горячей воды. Ну это просто... То есть ничего такого... На неделю горячую воду отключить, сразу присутствовать. Ну это сразу ко мне вопрос. В первую очередь. Самый оптимальный на подполке, значит, что я... Нету ваших методов. Это ваши методы, да. Я понял вас, значит, Александр Данимович. Вы-то по домам, я понимаю, что здесь несколько подписей там и так далее. А вот по такому бодрому докладу, что они там 900 метров променяли труб, теплотрассы. Мы это принимаем, как бы мы это понимаем, что они там делают? У нас пока информации нет, так работа по заключению. А потом город принимается, Ростехнадзор, там небольшой пакет документов, там в том числе и теплосеть принимается. Мы принимаемся, город в целом. Дорогие принимаются. Ирина Владимировна сейчас, предприятия соц.круб, вы-то принимаются. Начнет работать комиссия, я думаю, в сентябре. Ну, смотрите, Ирина Владимировна сейчас сделала некоторые заявления о том, сколько они уже котельных внутренними документами закрыли. Значит, нужно тогда документы взять, мы тоже должны понимать, с чем мы в зиму выходим. Смотрите, тогда вы мне по результатам доложите, что у нас там происходит. Ирина Владимировна, еще вопрос. Тоже это по жалобам жителей. Значит, асфальт был скрыт еще в 15-м году, как пишут жители, на первом подборном проезде, дом 8, около дома, мы говорим дома. Теплосетью. Вот, 2015 года. Сегодня у нас в середине 2016 года. Крайний раз жителям отвечали, что до конца июля устранены. Сегодня 2 августа. Вы заключили договор, вы перечислили деньги подрядчику, там, не знаю, будь то ПДСК, будь то кому-то еще, на вашу выводчику. Ну, сейчас я не готова ответить на этот вопрос, информацию не владею, но к сведению. Да, вы, пожалуйста, тогда сегодня после обеда этот вопрос уточните. Да. И тогда вот Александру Владимировичу позвоните, напишите, что там у нас по этому прогнозу проекту. Хорошо, присаживайтесь. Коллеги, на этом повестка исчерплена. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!